Он был заставлен в первый отдел полиции для того, чтобы установить ее личность и впоследствии составить материал. Также провести освидетельствование Спицына. Как освидетельствование такое, если он окажется, то медицинское освидетельствование. Там он отказался. Это непосредственно уже в отделе. После того, как установили ее личность, он отказался пройти освидетельствование. Но пассивный отказ был, то есть он как бы не реагировал, когда подходил напарник, то есть мой сотрудник. Томачев подходил к нему и спрашивал, готов ли он пройти освидетельствование, то Спицын симулировал, что он теряет сознание, либо он не слышит, либо он не может говорить. В результате был зафиксирован пассивный отказ от Спицына. Материал был составлен, вызывались также врачи, медики скорой помощи, которые хотели оказать Спицыну медицинскую помощь, так как он до этого просил и нуждался в ней. Вот тут как врачи пришли, стал вести себя агрессивно и от медицинской помощи отказался от осмотра медиков. Стало их отталкивать руками, грубить, ну и в результате осмотр так и не было произведения. Дальше что было? Дальше у Спицына было составлено несколько материалов, но они сейчас к этому отношения не имеют. И в дальнейшем Спицына повезли в ВВС. А можете более подробно прояснить, Вы не составляли в отношении Спицын какие-либо процессуальные документы, касающиеся нашего дела? Касается нашего дела, которым идет сегодняшнее разбирательство, я документы не составлял. Составлял мой старший. Я присутствовал при этом. А Вы присутствовали в качестве кого? В качестве второго сотрудника. Вы съемку ввели? Да, съемку ввел я. Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду под словом «пассивный отказ»? Пассивный отказ – это когда человек молчит, ничего не говорит. Вот это называется пассивный отказ. Это где-то нормативное какое-то есть толкование? Это прописано. Где? В законодательном арте. В каком? В каком, я поэтому уточняю. Вы должностное лицо, соответственно, должны руководствоваться только законом. По моему постановлению правительства. Свидетель, если Вы не помните… Я Вам не могу точно сказать, потому что я Вам не гугл… То есть, нормативный документ, которым бы предусматривался пассивный отказ при получении ответа на свидетельствование, я не закончил фразу, не перебивайте, пожалуйста. Защита, вопросы у Вас, а не комментарии? Я не комментирую, я уточняю… Вопросы, у нас есть из-за этого вопросы. Я уточняю. Мой вопрос… Вам свидетель ответил на Ваш вопрос? Нет. Он сказал, что не знает. Или нет? Я задаю следующий вопрос. Следующий, слушаю Вас. То есть, правильно я Вас понимаю, что назвать нормативный документ, на основании которого Ваши доводы о пассивном отказе прозвучали, Вы на данный момент не можете? На данный момент я не знаю, я не могу Вам сказать. А на момент составления протокола Вы знали этот нормативный документ? На момент составления протокола есть пленум правительства, пленум Верховного суда, где сказано, что молчание считается отказом. А назовите номер пленум… Я Вам не могу назвать номер. То есть, на данный момент Вы не можете назвать нормативный документ и разъяснение Верховного суда, да, пленум Верховного суда, не можете назвать? Нет, не могу. На момент, когда Вы составляли со своим коллегой протоколы, Вы знали о этих нормативных документах, на которые Вы сейчас голословно ссылаетесь, без возможности подтвердить? О том, что молчание считается отказом, я знал. На тот момент знали. То есть, до сегодняшнего дня Вы забыли номер постановления пленума Верховного суда. Правильно Вас понимаем? Ну, Вы говорите, что знали, а сейчас не знаете. Просто я знаю, что я имею право делать, чего я не имею права делать, поэтому я знаю, что данное молчание считается как отказом. Вы ответили на вопрос, свидетель. Давайте следующий вопрос. Хорошо, тогда следующий вопрос. По поводу, что такое симулирование, может быть, здесь Вы поясните? Симулирование – это когда человек сначала отвечает на нужные ему вопросы, то есть вопросы, не касающиеся освидетельствования, нормально, либо агрессивно, либо еще как-то. В частности, я могу привести пример, как Спицын отвечал на вопросы. Когда он мотал головой… Уважаемый суд, можно все-таки? Мы дойдем до этого, чтобы ответили на вопросы. Давай свидетель ответит. Нет, свидетель, говорите. Так вот, я говорю по поводу симулирования. Когда он отвечал на вопросы, когда вызывали, в частности, медиков, это как один из примеров, я просто скажу. Он мотал головой, то есть напарник к нему подошел, спросил, у Вас проблемы со слухом? Он мотал головой, вот так вот ухом, говорит, а чего-чего. Затем напарник попросил медиков, чтобы они посмотрели, как его списано со слухом, что происходит. Слышит он или не слышит, что он жалуется на слух. В тот момент медики отошли в сторону. И когда он задал ему вопрос, то есть сам напарник, он говорит, вы меня не слышите? Он говорит, вы глухой? Он говорит, да. Да, то есть, ну как бы тут само по себе уже, вот это обстоятельство, это первое. Ну и второе, вот это, когда подходили к нему конкретно с вопросом, конкретно мой напарник с вопросом, готов ли он пройти свидетельствование, то сразу же почему-то Спицын терял сознание. Вот это тоже как один из фактов. Я вас понял. Хорошо, скажите, пожалуйста, у Вас есть медицинское образование? У меня нет медицинского образования. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вы приводили в чувства с помощью нашатыря и тому подобное? Да, я конкретно нет, но пару раз, допустим, было Спицыно, я ударил ладошкой по лицу. Ударили ладошкой по лицу. Именно так, для того, чтобы посмотреть, находится он в сознании или находится вне сознания. А скажите, пожалуйста, я так понимаю, именно с Вашего дозора велась видеозапись? Да, это не с общего дозора, у нас был один единственный дозор. Номер пять, да? Нет. Те материалы дела, которые были предоставлены в суд, а именно видеозаписи из видеодозора, Вы предварительно смотрели? С дозора? Да. Нет, я предварительно не смотрел. Т.е. Вы не исключаете то, что Вы на данный момент можете не совсем достоверно давать информацию по поводу того, что происходило в действительности и зафиксировано на видеозапись? Что у Вас субъективное восприятие реальности? Ну, то есть Вы считаете, что то, что Вы говорите... Уважаемый суд, я просто хочу... Последитель, Вы говорите то, что помните, я правильно понимаю? Да, то, что я помню, потому что время прошло уже два, сколько там, когда-то в апреле месяце. Давайте тогда, Болик, и Даня. Болик, давайте к обстоятельствам правонарушения приблизимся к суду. А куда мы спешим? У меня есть возможность задать вопросы. Я Вас направляю, ориентирую, чтобы Вы не задавали никаких других вопросов. Слушаю. Разрешите мне использовать все способы защиты. Слушаю Вас. Говорите вопросы, задавайся. Пожалуйста, мне не надо перебивать, я так сбиваюсь с мысли и теряется нить моего допроса. Хорошо, я Вас не буду перебивать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот Вы сказали, что он грубил, отталкивал, вел себя агрессивно. И в то же время Вы говорите, что Вы убили ладошкой по лицу, чтобы привести его в чувства. Он не отвечал. Как-то, понимаете, не клеится. Может быть, там стоит посмотреть видеорегистратор? Может, стоит посмотреть видеорегистратор. Давайте посмотрим. Что-то отклоняется на ходатайство. Мы уже смотрели видеозапись. Свети отвечает то, что помнит. Следующий вопрос. В смысле? Вопрос... Отклоняется Ваше ходатайство о дополнительных вопросах. У нас не предусмотрен ладокс. Дополнительный вопрос. Я дополню ответ на данный вопрос. Я Вам еще раз, я уже отвечал на этот вопрос. Что, как только к нему подходили с вопросами по поводу освидетельствования, так сразу спицыно почему-то пропадало слух, зрение, я не знаю, там сознание, там еще что-то. Но как только отходили от него, он сразу вел себя агрессивно, посылал всех куда подальше и сказал, что Вы устанете что-то там доказывать. Это как-то зафиксировано на Ваши регистраторы? Я не знаю, на регистратор зафиксировано это или нет, потому что с регистратором там были большие проблемы, поэтому как бы точно я Вам не скажу. Хорошо, вот Вас он говорит и послал, это происходило на улице? Он послал не меня, он послал моего напарника, это происходило на улице. Скажите, какие слова Вам говорят, как это все происходило, при каких обстоятельствах, более подробно. Хорошо, при предоставлении, после того как доставили его в отдел, к отделу, перед самим отделом, там был такой момент. Можно я как бы уточню? Меня интересует конкретно момент составления административного материала. По какой статье Вас интересует составляя административного материала? 12.26.2? Да. Где находился кто? Мой доверитель, то есть кто-то, который был задержан. Он находился в камере административного задержанного. Ну, давайте рассказывать про эту ситуацию, где он находился в камере. Значит, когда, при каких обстоятельствах, в связи с чем он говорил то, что Вы сейчас говорите. Грубил, отталкивал, вел себя агрессивно, посылал. Вы можете это даже, если там на видео попало, как он вел себя с медиками. То есть ему даже вот просто... Мы сейчас говорим о том, что он посылал Вашего коллега. Вы сейчас... Коллегу... Он посылал... Он посылал... Он посылал... Дальше заведомо ложных показаний. Я сказал, что он до этого вел себя агрессивно, до того, как попал в камеру административного задержанного. Вел себя агрессивно. Правильно я Вас понимаю, что в камере он себя не вел агрессивно? Сначала нет, пока не приехали медики. И после того, как медики приехали, он отказался от этого... От медицинской помощи. Причем отказался дважды. Первый раз он отказался в Баяндино. А второй раз он отказался именно непосредственно уже, когда вызывалась бригада скорой медицинской помощи ему туда. Кстати, он сам о ней просил. Правильно я понял, что в период нахождения в камере до приезда медиков у Вас к нему претензий по поведению нет. Он не вел себя агрессивно, не грубил, никого не толкал, никого не посылал. Он отталкивал медиков... До приезда медиков я Вам поставил... Он отталкивал моего напарника. Уважаемый суд, я прошу сделать замечание, потому что я специально ограничиваю промежуток времени, который мне интересует. Именно в этот период времени он вел себя агрессивно, посылал кого-то до приезда медиков. Да, он посылал моего напарника посылал. Поподробнее, пожалуйста. Это было непосредственно в самом начале, когда к нему только подошли. Он сказал... В камере, при нахождении в камере? При нахождении в камере в самом начале. При нахождении... Это зафиксировано на видеорегистраторе? Я без понятия, зафиксировано это или нет. Я Вам еще раз говорю, что регистратор был в тот момент у нас... Я не понимал, пишет он или не пишет. У меня вот было такое ощущение, что он немного как бы сломан или я не знаю что. Скажите, пожалуйста, за включение-отключение регистратора кто отвечает? Отвечает сотрудник. Но туда, в регистратор, мы как бы доступа не имеем. То есть во внутрь. Но органы, естественно, регистратор... Одна кнопка там есть. Одна кнопка. Кто ее нажимает? Нажимаю ее я. Но там, чтобы Вы поняли, там есть индикатор. Это технические как бы составляющие. Если индикатор неправильно горит, то есть получается, что как бы регистратор не пишет. А если индикатор вообще не горит или он работает неправильно, я не тех эксперт. Поэтому я периодически постоянно включал его, чтобы он писал. Как у меня это получилось, это уж... То есть, правильно я Вас понимаю, Вы преднамеренно включали регистратор периодически? Конечно, потому что у меня было сомнение, что он вообще пишет. То есть, мне надо было что-то записать. Почему? Потому что процедура освидетельствования сама, она должна попасть на камеру. Правильно я понял, что в момент проведения процедуры освидетельствования, Вы делали перерывы видеозаписи. То есть, она была... Я не знаю, это были перерывы, не перерывы. Я просто контролировал регистратор, чтобы он постоянно был включен. Но Вы воздействовали на органы включения-отключения видеорегистратора? Или он самопроизвольно включался, отключался? Может быть, самопроизвольно он включался. Я не знаю, я не техник, понимаете... Поэтому я Вас спрашиваю, лично Вы воздействовали, у Вас есть видеорегистратор? То есть, Вы за него отвечаете. Лично Вы предпринимали меры... Я предпринимал по включению регистратора меры в самом начале. То есть с момента, как вы пришли в камеру к задержанному и начали составлять административный материал, вы однократно произвели его включение и до окончания данной процедуры его не выключали и не включали. Правильно я вас понимаю? Скорее всего я пытался включить его еще раз, потому что лампочки, которые были непосредственно на регистраторе, то есть на дозоре, как мы говорим, индикаторы, свидетельствовали о том, что он не пишет. То есть красная лампа горела, она должна быть гореть зеленой. Более вам пояснить, поэтому не могу, я не техник. Хорошо, я еще раз вас спрашиваю. То есть в период этот, с момента, как вы зашли в камеру для задержанных и составляли материал, вы периодически контролировали, какой сигнал горит на видеорегистраторе и видели, что он менял сигнал. Правильно я вас понимаю? Он вообще не горел периодически вообще никакой сигнал, поэтому вопросы были к регистратору по поводу его включения. Я не техник, я вам еще раз говорю, я не знаю, что с регистратором. Я только пытался его включить. Я понимаю, если вы пытались включить, значит, вы предполагали, что он был выключен. Я поэтому и хочу понять, вы вообще, скажем так, включили и забыли, или все-таки периодически его контролировали? И все-таки у вас возникали сомнения, что он работает, не работает, и пытались на него воздействовать. Подположим, включать, когда он был выключен. Выключать, когда он был, с вашей точки зрения, ну, нужно было выключить. Поясните, пожалуйста. Это с вашей точки зрения, я не знаю, какая у вас там точка зрения. Я вам поясняю, я вам уже сказал, что я не техник, и я не понимаю. Мне показали одну кнопку включения, я включаю. Лампочка не горела, я пытаюсь опять включить. Хорошо. Как там и что там, я не знаю. Вы лампочку на протяжении всего периода отслеживали? Горит она, не горит? Я не помню. Не помните. Хорошо. А когда видеорегистратор работает, какая лампочка должна гореть? Зеленая лампа должна гореть. Зеленая. Когда регистратор не работает, какая лампочка должна гореть? Может не гореть никакая. Это зависит от регистратора. Либо горит красная, либо никакая. Хорошо. В период, когда составлялся административный материал, вы замечали то, что лампочка, которая должна гореть зеленым, как вы сказали, когда работает видеорегистратор, прекращала гореть, либо горела другая лампочка? Я не помню этого момента. Не помните этого момента? Вы можете сейчас утверждать, что регистратор кратковременно не работал? Утверждать? Утверждать не могу. То есть вы не уверены в этом? Не то, что я не уверен. Я не могу утверждать, потому что я не знаю, что там, как там. Хорошо. Видеорегистратор. Я понял, да? Вам материал передали, я так понял, и по запросу все равно брали материал. То есть вам деньги. Я услышал ответ, вы не можете пояснить, потому что не помните, не можете сейчас пояснить. Скажите, пожалуйста, вы когда регистратор получаете, вы получаете каждый раз, заступая на смену, а потом в конце рабочего дня сдаете, правильно? Правильно. Вы как-то расписываетесь за его исправность? За исправность? Нет, мы не расписываемся. Мы расписываемся только за то, что мы его получили. А то, в каком он состоянии, я не знаю. Кто отвечает за исправность видеорегистратора? Техническая служба в ГИБДД отвечает. И это может быть и не техническая несправность, может там с аккумулятором, может еще что-то. Я вам еще раз прошу. Хорошо, при сдаче вам на службе этого регистратора он предварительно проверяется? Когда вам его отдают? Ну конечно, да. Нет. Откуда у вас такая уверенность, что он предварительно не проверяется на предмет исправности? Не знаю, откуда у меня такая уверенность? Это основано у вас на предположении, что вам могут дать неисправный видеорегистратор? Нет, его могут дать просто засаженные батареи хотя бы для этого. Как бы случай, как вы говорите, как неисправность. Это будет считаться нарушением дать вам на рабочий день незаряженный видеорегистратор? Без понятия. Ну того человека, который отвечает за выдачу исправных приборов? Я не знаю. Там технические службы разбираются. Будет у него там нарушение, не будет. Будет ему там заехать. Хорошо, я по-другому спрошу. Скажите, пожалуйста, вы должны получать исправное оборудование, выходя на службу? Я должен, да, исправное получено. Когда, если я, допустим, в процессе могу заметить, что что-то не так, то мне надо идти и ехать и менять его. Хорошо. В данном случае не про регистратор говорится, а про другой. В этот день вы сдавали этот регистратор как неисправный? Какие-то замечания к нему, может, были? Батарея разрядилась? Работа немножко ненормальна? В тот день я не мог его физически сдать. Потому что в этот момент мы находились с вашим подзащитным. Ну, по окончании вашего... По окончании мы его сдали и весь материал у вас уже есть, вы с ним ознакомились. То есть, в процессе вашей службы вы не наблюдали, что он у вас был неисправен? Что он был неисправен? Да. Я понимал, что что-то с ним не так, но я не понимал, исправен он или нет. Я не техник, я вам все раз... Вы обращали на это внимание того ответственного человека, которому вы в конце рабочей смены сдавали этот прибор? Что у вас есть подозрение, что он в чем-то там неисправен? Вполне возможно, я не помню. Не помню? Ну, конечно, времени столько... А что именно там было неисправно? Вот вы сейчас говорите, что там что-то вроде было неисправно. Я вам говорил уже, на этот вопрос отвечал. Я не техник, откуда я знаю, что там неисправно? Ну, тогда с чего вы сделали предположение, что он неисправен? И вы об этом предположительно говорили? Я вам уже сказал, что индикаторы меняли свой цвет. С какого на какой? С красного на зеленый, с зеленого на красный или вообще тухли. Произвольно меняли или после вашего воздействия на видеорегистратор? Я уже говорил на этот вопрос, я не помню. Не помните? Ага. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы наносили телесные повреждения задержанного? Этот вопрос не относится к 12.26.2. Этот вопрос относится в связи с тем, что… А свидетель ответил на вопрос следующий вопрос. Уважаемый суд, я хочу пояснить. Значит, лицо, которое составляет административный материал, он должен быть непристрастным, объективным, незаинтересованным. Я поясняю, можно меня не перебивать? Я вам тоже поясняю, мне тоже можно не перебивать, хорошо? Разрешите мне заплату, я буду сюда. Уважаемый суд, все-таки разрешите, я закончу, не надо меня перебивать. Я поясняю, в связи с чем звучит этот вопрос? В связи с тем, что сотрудник, который составляет административный материал, не надо меня перебивать. Не надо мне перебивать. Для протокола, который ведется аудиофиксация, для того, чтобы в случае необходимости обжаловать. Потому что основания обжаловать есть, вы ведете себя недостроенно. Потому что вы задали слушателя, запретили видеофиксацию. Вы ограничиваете меня, вы меня перебиваете. Я вас не ограничиваю. Разрешите, я закончу свой вопрос. И поясняю, в связи с чем я его задаю. Давайте. Еще раз объясняю. Значит, подзащитный имеет право дозаявлять отводы. Гражданин, сотрудник, который участвует и имеет пристрастие, он не имеет права вести и составлять протокол. Потому что, если извиняюсь за выражение, он получает какие-то действия подзащитного. Пожалуйста, поспокойно отвечайте, не кричите. Не надо меня провоцировать. Не надо провоцировать. Когда я говорю, в параллель со мной не надо говорить. Поэтому давайте я закончу фразу, постараюсь это сделать менее эмоционально. А давайте менее эмоционально. Хорошо. Но по росьбе меня не перебивай. Я сейчас хочу все-таки пояснить, в связи с чем задается такой вопрос. Он имеет принципиальное значение. Потому что, повторяюсь, сотрудник, который составляет административный материал, он должен быть беспристрастным. Он должен вести себя корректно. И в соответствии с законодательством. Применение пыток и тому подобное не допускается. Испытывать какую-то личную неприязнь к человеку, которого задержали, из которого составляется материал, недопустимо. Поэтому и задается такой вопрос. И мы, уважаемый суд, наблюдали видеозаписи, где на 4 минуты почему-то прекращается видеозапись. Человеку наносят побои. Выходят из камеры и делают вторую серию. После которой человек заходит в камеру, уже не замок закрыто. Человек лежит в наручниках за спиной, плачет. В буквальном смысле плачет. Задыхается. Вот мне интересно, что произошло в течении вот этих 4 минут, когда был выключен видеорегистратор. Задаю вопрос. Вы применяли физическую силу к данному гражданину? Я не применял физическую силу непосредственно в камере к данному гражданину. Ваш коллега применял физическую силу? Мой коллега не применял физическую силу. Либо, если максимум, он по щекам его побил, чтобы проконтролировать его состояние, потому что, как вы сами сказали, он постоянно вырубался. То есть, вы либо ваш коллега, можете уточнить, вы конкретно или ваш коллега побил по щекам? Я не помню это обстоятельство. Лично вы били по щекам? В какой момент вы говорите, что это происходило? Лично я, да. Но это все было под камеру. То есть, спицы пытались привести в чувства. Другим способом. Как? Мне же надо определить, может он там в натуре, скажите, потерял сознание. То есть, у вас были основания думать о том, что человек находится в несознательном состоянии? Были основания, может быть. Так были или может быть? Сначала были, а потом, когда он пришел в себя, когда вызвали ему медиков. Пришел в себя, что значит пришел в себя? Ну, не знаю. Перестал симулировать, открыл глаза. Стал всех обталкивать. Помощь ему не нужна, ничего ему уже не надо. Правильно я вас понимаю, что вы приводили в чувства путем применения физической силы? Нет. Вы сказали, что наносили удары по лицу ладошкой. Да, два раза было. Правильно я понимаю, что это можно расценивать как побои? Нет. 6.1.1. Нет, это не побои. А что это? Мы пытались привести человека в чувства. Правильно я вас понимаю, для того, чтобы привести человека в чувства, нужно его побить по лицу ладошками. Один раз можно ударить, ничего не будет страшного, слегка. Ничего страшного не будет слегка ударить. Уважаемый суд, это очень интересная медицинская методика. Хорошо, значит у вас нет медицинского образования, вы решили, что можно побить и так он придет в чувства. Хорошо, я этого зафиксировал. Скажите, пожалуйста, кто составлял административный материал? Мой коллега составлял. Лично вы составляли? Я составлял по страховке, потому что он ехал без страховки. И, по-моему, все. Ну, только что касается данного дела, мне интересуют только те материалы, которые касаются данного дела. по 12.26 вы составляли ли какой-то материал? Нет. Не составляли. Хорошо, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему был составлен акт… Сейчас расскажу, как он называется. Акт освидетельствования на состояние алкогольного обвинения. В связи с чем он составлялся? В связи с тем, что был отказ по акту освидетельствования на месте, то есть при помощи прибора. Соответственно, по регламенту положено составлять направление на медицинское свидетельствование. Скажите, пожалуйста, тот регламент, согласно которому положено составлять данный акт в случае отказа? Вы должны такие документы наизусть знать. Это ваша работа. Я не знаю. У меня возникает вопрос, в связи с чем был составлен акт освидетельствования на состояние алкогольного обвинения? У вас есть ответственный вопрос. Еще раз повторите, следите, пожалуйста, ваш ответ. ответственный вопрос. Я вам сказал, что регламентом предназначено, после отказа его на месте пройти освидетельствование при помощи прибора алкогольного обвинения, составить акт освидетельствование направление на медицинское освидетельствование. Все. То есть, ваш коллега составил этот акт в связи с отказом пройти освидетельствование на состояние алкогольного обвинения с применением прибора, правильно? Наверное, так. Я не знаю. Но вы присутствовали там. Я присутствовал. Времени прошло два с половиной месяца. Вы что говорите? Притом, видео вы там смотрели. Я не смотрел видео. Откуда вы знаете, что я смотрел, что я не смотрел? Ну, потому что вы все равно, как защитник, должны были заказать какие-то материалы и ознакомиться с ними. А вы не должны были? Я нет. А в чем взять, что я должен? Ну, вы как защитника должны это сделать. Я считаю, что вам нужно воздержаться от комментариев в отношении то, что я должен и не должен. Значит, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, раз этот акт существует, он в деле имеется, лист дела номер семь, в нем каким-то образом зафиксирован отказ пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения? Также по видео по дозору зафиксирован отказ. Я говорю про документ. В акте зафиксирован отказ? Ну, должен был зафиксировать отказ. Должен, не должен, это мы выясним, но он был зафиксирован. Значит, был. Уважаемый суд, я хочу обратить внимание, что здесь написано освидетельствование не проводилось. Ну, правильно, не проводилось. А как оно? Так вот этот акт составляется. Как оно должно быть, как оно может проводиться, если он не доехал туда или он не захотел, не изъявил волю? Мы сейчас говорим о освидетельствовании на состоянии алкогольного опьянения на месте через прибор. Мы сейчас не говорим про медицинское свидетельство. Это не медицинское свидетельство. Ну, да. Ну, про приборы. Но прежде чем направлять на медицинское свидетельство, нужно предложить на месте пройти с помощью прибора. Все правильно. Поэтому я и спрашиваю, на каком основании составлялся акт. Потому что согласно нормативных документах, в случае отказа продуть трубочку, акт этот не составляется. Есть нормативные документы. И высылаясь на какой-то там регламент, который себе в голове придумали и не можете на него сослаться, вы говорите неправду, вводите в заблуждение. Пытаетесь меня ввести в заблуждение, а не суд ввести в заблуждение. Я не говорю, что раз акт составлялся, то здесь я исхожу из того, что здесь написано информация «Не проводилось». Потому что если бы проводилось, были бы соответствующие документы, а если бы не проводилось, этого акта вообще бы не было. Он не составляется при отказе. Это прописано в нормативных документах, как говорите, в регламенте. Так вот у меня возникает вопрос, в связи с чем его составляли и почему здесь написано, что не проводилось, прибор неисправен был или еще что-то. Почему не проводилось? Может быть, как вы говорите, что человек находился в состоянии, он не мог это продуть, потому что он физически не мог это продуть, потому что его проводили в чувства. Потому что он симулировал. То есть вы подтверждаете тот факт, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора не проводилось. А как с вами это не зафиксировано? Зафиксировано было все. Это зачем вы составили акт, в котором написано, что не проводилось? Я не понимаю вашего вопроса. Уважаемый суд, можно я поясню? Есть конкретный регламент, как производится освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Перед тем, как направить на медицинское освидетельствование, на месте предлагается пройти освидетельствование освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с применением прибора. Так вот, если человек, водитель отказывается от прохождения, то этот акт не составляется. Ему сразу же предлагается пойти на медицинское освидетельствование. То есть, акт не составляется. Он составляется только тогда, когда проводится и в нем фиксируется, либо в данном случае, что не проводилось. Ну, тут причины не указали, по какой причине не проводилось. Ну, предполагаю, что состояние человека не позволяло дуть в трубочку, если он находится в бессознательном состоянии. Ну, логично. В противном случае бы его не было, этого акта. Ну, раз он есть, и вы зафиксировали, что оно не проводилось, значит, вот оно не проводилось. Так вот, направлять на медицинское освидетельство можно только после того, как оно либо проведено при определенных обстоятельствах, то есть, даже показаний вот этого прибора не всегда достаточно для того, чтобы не направить на медицинское освидетельствование. Либо другой вариант, что оно не проводилось по каким-то другим причинам, не связанным с отказом. Хорошо. Ну, предположим, может, вы этого не знали. Либо пытаетесь ввести в заблужение. Насколько я понимаю, вы опытный сотрудник. Сколько лет вы на службе? Смотря где. Это вопрос вообще не... Хорошо, по-другому спормирую вопрос. Вопросами медицинского освидетельствования, свидетельствами на состояние алкогольного опьянения, как часто вам приходилось по служебной деятельности сталкиваться? Вы опытный работник себя считаете в этой области? Именно в этой области? Именно в этой области? Именно в этой области. Это вопрос не имеет отношения вообще к делу. Но вы считаете опытным себя работником? Этот вопрос не имеет отношения к данному делу. Но данный вопрос суд не отвел. Поэтому, пожалуйста, отвечайте. Вы были предупреждены об ответственности. Да, я считаю опытным сотрудником. Вы должны знать о том, что акт при отказе не составляется. Сразу составляется протокол направления медицинского освидетельствования. Хорошо, спасибо, я услышал. Следующий вопрос. У нас можно вместе составить сначала акт. Все, я услышал ответ. Дальше оценку суд уже даст этому обстоятельству. Следующий вопрос. Хорошо, в материалах дела есть протокол о направлении на медицинское освидетельствие на состояние опьянения. Есть дело номер 8. Скажите, пожалуйста, кто его составлял? Вы присутствовали при данном совете? Я не помню, я вам не могу сказать, кто его составлял. Хорошо, такой вопрос. В этом документе, поскольку вы опытный в этой области, фиксируется согласие либо отказ пройти медицинское освидетельствование. Условно говоря, есть ли там такая графа? Фиксируется. Вы можете вспомнить, был ли зафиксирован отказ либо согласие пройти медицинское освидетельствование моего доверителя, того человека, которому вы предлагали с ваших слов пройти медицинское освидетельствование? Ну, на дозор, наверное, был. Я сейчас говорю про документальное оформление. Про дозор мы сейчас отдельно вернемся. В суд предоставлены документы. Называются протоколы, акты и много других. Я вот сейчас про подсоциальную норму вас спрашиваю. Вы должны надлежащим образом предоставить в суд оформленный документ. Вот у меня возникает вопрос. Все-таки было зафиксировано согласие либо отказ на медицинское освидетельствование в данном протоколе? Да, либо нет? Я не помню. Не помню. Я составлял, возможно, напарник. Я не могу сейчас вам сказать. Но должно быть, да, зафиксировано. Уважаемый суд, я хочу обратить внимание, что в этом протоколе не зафиксировано. Вот есть такая графа. Согласен, Кире, отказался. Вот здесь пишется конкретно. Либо согласен, либо отказался. Данное обстоятельство не зафиксировано. Более того, оно, естественно, не может быть зафиксировано, потому что не была пройдена первая стадия. А именно через прибор. Потому что прибором не проводилось. Потому что по каким причинам, это отдельная история. Хорошо. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста. А вот эта вот видеозапись, которая на регистратор проводилась, она совпадает по временем составления этих документов? Понятия не имею я, не техник. У меня доступа нет в этом документах именно в регистратор. А время? Ну, время напарник смотрел по руке и писал туда, наверное, с нарушенных числов. Он же не может залезть в регистратор и посмотреть, как в этом время. Хорошо. При заступлении на службу вы как-то время сверяете, не знаю, там, с чем-то. Ну, как вы определяете момент составления протокола, момент включения видеозаписи и так далее. Ну, понятно, что оно должно совпадать. Правильно? Ну, логично. Потому что не просто так в документах указывается дата и время. Это же важно. Правильно? Скажите, пожалуйста, каким образом вы фиксируете в протоколе время, в которое производилось составление протокола и видеозапись? Ну, по наручным часам посмотрел, что было рядом. Хорошо. Ваши наручные часы, они верное время показывают? Я откуда знаю, верно они время показывают или не верно? Ну, обычно люди знают, которые работают. То есть, если человек, если часы опаздывают, то они все время опаздывают. Я не знаю, я не могу вам на это попробовать ответить. Скажите, пожалуйста, вы разъясняли, вы или ваш коллега разъясняли права моего доверителя? Конечно. Всего разъяснял коллега и права, и предложил помощь защитнику, и предложил ему позвонить защитнику. Спицын посмотрел на него и опять поник головой. То есть, он не хотел разговаривать над этой темой, ему это уже стало неинтересно. Хорошо. Задержанный требовал, просил адвоката? Он просил защитника, еще раз говорю, не адвоката. Это первое. Почему вы не обеспечили возможность ему получить защиту, получить квалифицированную юридическую помощь? Мы по административным делам адвоката предоставлять не должны. Вы не должны предоставлять? Я спрашиваю, почему вы не обеспечили возможность со своими правами? Вы меня слышите, я вам уже ответил на этот вопрос. Давайте сейчас послушаем. Ему было предложено позвонить, на что он отказался. То есть, он опять поник, сделал вид, что он ничего не слышит. Правильно я понимаю, что он отказался от услуг защитника? Нет, вы неправильно понимаете. Я не знаю, что он там себе думал, но он не произнес ни слова. Я хочу обратить внимание. Ему было предложено, моим напарником, ему было предложено позвонить защитнику. Он воспользовался этой возможностью позвонить? Он не воспользовался этой возможностью, потому что ему она не нужна была. Он об этом сказал? Как он скажет? Он постоянно молчал, он вообще что-нибудь говорил. Вы до этого говорили, что он вел себя агрессивно. Агрессивно это было предоставление, я уже об этом говорил. То есть, в камере он вел себя не агрессивно? Я уже отвечал на эти вопросы. Ну просто повторите, потому что вы каждый раз немножечко меняете показания. В камере он вел себя не агрессивно. При составлении материалов он вел себя не агрессивно. Уточнить этот вопрос. Мы видео смотрели, там нет никакой агрессии на самом деле. Ну он матерится, конечно, что там агрессивно нет. И он не матерился там. Так все-таки, вел он себя агрессивно в камере при составлении административного материала в отсутствие защитника, в отсутствие кого-либо, при двух сотрудниках. Вел он себя агрессивно. Я не помню в этом лабораторе. А свидетель, я хочу вам сказать, если вы отвечали на этот вопрос, так отвечайте. Вы отвечали на этот вопрос. Если вы не помните еще раз вас, не надо пересказывать все ваши показания. Если вы отвечали на этот вопрос, я не к вам обращаюсь, а к свидетелью обращаюсь. То есть, если вы не помните, так и отвечайте. Не помните, не надо предполагать или что-то от себя говорить. Говорите то, что помните. И на то, что вы отвечали, уже если вы отвечали, то говорите, что я на этот вопрос уже отвечал. Пожалуйста. Уважаемый суд, мои возражения. Снимается ваше возражение. Возражение вы не можете снимать. Вы можете снимать вопросы мои к свидетелю. А возражение это я все-таки зафиксирую, потому что ведется аудиопротокол. И я считаю, что ваше поведение не достойно звания судьи. И мной будет подано соответствующее заявление в коллекционную коллегию судьи. Следующий вопрос. Поэтому я для протокола озвучу возражение то, что вы свидетелю подсказываете, как себя вести. То есть, вы в данный момент являетесь его защитником, а не судьей, который должен вершить правосудие. На это я хочу обратить внимание. Значит, по поводу нахождения моего доверителя, каким образом составлялся материал. Скажите, пожалуйста, после доставления задержанного в камеру для задержанного, с него снимаются наручники? Да, один раз снимаются наручники. Я сейчас говорю отвлеченно, не конкретно эту ситуацию, а вообще, когда человека доставляют и в камеру его сажают, с него снимают наручники? Не в данном случае, вообще снимают наручники? Если есть основания полагать, что он будет вести себя спокойно, то с него снимают наручники. А если есть основания полагать, что он может причинить вред себе или окружающим, то наручники с него не снимаются. Как он может причинить вред окружающим, находясь в камере? Потому что камера открыта и составляется на него материал. Правильно я вас понимаю, что камера, в которую помещают задержанного, открыта. Он может свободно оттуда выйти. Но раз она открыта, раз она не запирается на замок. Она не то, что не запирается, а в момент, когда составляли материал, она была открыта. Я сейчас говорю отвлеченно, я хочу понять, каким образом происходит вот эта процедура в отделе полиции номер один. Мне возникает вопрос. После доставления задержанного в камеру, на мой взгляд в камеру, которая закрывается, иначе зачем там решетка, зачем эта камера, если она не закрывается? Если человека туда доставляют, по логике снимают наручники. Потому что наручники это спецсредства, которые применяются для того, ну прописано конкретно в случае, когда они применяются. В данном случае оснований для их применения не было с момента, как он был туда доставлен и помещен в камеру. Я уже отвечал на этот вопрос, как он, по поводу наручников. Относительно задержанного. Я спрашиваю, в относительно этой процедуры. После доставления задержанного в камеру помещения наручники снимаются? Я ответил на этот вопрос. И что вы ответили? Я не услышал ответа. Снимаются или не снимаются? Я вам уже отвечал на этот вопрос. хорошо давайте тогда более конкретно к задержанному после доставления моего давителя в камеру наручники были сняты сразу же в камеру да не этому там сначала сняли на некоторое время в момент помещения в камеру наручники были сняты момент помещения не помню не могу то есть для вас это не принципиально в наручниках задержанные но я вот такие моменты не волокон по поводу наручников ваш подзащитный вел себя агрессивно была вероятность что он причинит вред себе либо окружающим окружающим кому сотрудникам полиции хотя он находился в камере закрыты когда когда я еще раз говорю составлялся материал с ним находился другой сотрудник до составления материала когда он был помещен в камеру в 11 часов согласно дозору на протяжении получаса он находился в наручниках я не помню не можете пояснить не могу пояснить конечно хорошо вы говорите что наручники периодически снимались и одевались правильно я вас понял когда с материалом ознакомлены конечно снимали то есть на момент ознакомления с материалами до составления вы снимали наручники правильно вас понимаю до наручники которые были сняты и были сняты наручники когда приходили с медиками он вел себя тоже адресивно отталкивал поэтому наручники отделяем хорошо скажите пожалуйста протокол об административном правонарушении составлялся каких каком именно мы говорим только об одной статье 1226 нас а где он составлялся он составлялся в отделе по конкретнее в отделе полиции номер один в эти помещениях не могу вам сказать что если вы не можете сказать наверно там где напарник составлял то есть вы не знаете где составлялся протокол хорошо я по-другому спрошу вы присутствовали при составлении протокола я присутствовал при составлении все мне интересуются протокол опыт об об административном правонарушении но я присутствовал он составлялся я так предполагаю я просто не помню я предполагаю что там там где конкретно ложится на где в казе где где в камере административно задержаны в камере камере административно то есть протокол об административном правонарушении составлялся в камере рядом рядом где была открытая я не помню этот момент я говорю уточнить вам не могу хорошо давайте я вам более скажем так может быть понятно задам вопрос в момент составления этого протокола мой доверитель спицын участвовал в его составлении но при нем составлялся протокол вы не услышали меня участвовал при составе как он может участвовать сам писать что ли ну как заявлять ходатайство ему явление там и прочее объяснение давать он участвовал в данной административной протоколы считывались все права также о том что он может зачитать доставлять ходатайство потом все это было прочитано то что участвовал он участвовал он присутствовал присутствовал то что он симулировал где он присутствовал я еще раз спрашиваю где вы находились при составлении именно административного протокола по регламенту опять же должен составляться при нем значит он составлялся при нем это как-то зафиксировано это как-то наверно на два зона зафиксировано ну вот согласно протоколу он был составлен в 1335 последняя ваша запись заканчивается кому 1254 который с дозора предоставлено когда уже пришли медики вы с медиками ушли все все прошел целый час так все таки вы составляли где этот протокол я не скрали или где-то в другом месте там помещение обширное я не могу вам сказать новую камеру не можно отличить от помещения обширного хорошо спрашиваю оставляли в камере где находился спицын либо нет не могу вам пояснить это не я составлял выставляешь его присутствовали присутствовал да но так вы где присутствовали в камере со спицыным при составлении протокол об инистративном правоонарушении или все таки в каком-то другом помещении даже медики опрашивались наверное так что где они опрашивались Они опрашивались там же. Где там же? Там же в отделе. В камере. Не в камере, а в соседней камере. В соседней камере? Да. Там открыты камеры, почему нет? А зачем? То есть вы открыли другую камеру? Она открыта, она была не закрыта. Хорошо. По существу вопроса задумывается. Я пытаюсь выяснить, составлялся ли данный административный материал с участием моего доверителя. Простой вопрос. Да или нет. Вот я пытаюсь вывести на этот ответ. Конечно, составлялся. Чтобы вас улечить. Либо вы говорите правду, либо неправду. А как по-другому-то, если он должен составляться? Понятно, что должен. Я вам поясняю, как составляют. Обычно привозят человека, да? И все. А сотрудник полиции где-то там у себя в кабинете что-то составляет. Потом просто выносят готовые. Говорят, вот здесь, вот здесь распишитесь. Все на этом. Вот так делают сотрудники полиции. В частности, отдела полиции номер один. Я поэтому спрашиваю, вы составляли с участием? Я уже ответил на этот вопрос. С участием был составлен его протокол. Где он был составлен? В КАЗе он был составлен. Что такое КАЗ? Камера административно задержана. Правильно я вас понимаю, что в 13.35, когда составлялся административный протокол, вы находились в камере с задержанным? По поводу времени я вам не могу... Нет, но время и составление протокола указано. Значит, наверное, так и было. Я вам не могу пояснить. Было давно, я вам не могу сейчас пояснить. Хорошо. Скажите... Составлялся материал четко моим старшим сотрудникам. Скажите, пожалуйста, вот этот протокол и другие материалы... Я понял, что вы не можете ничего сказать. Хотя это очень странно. Я по времени не могу сказать. Это очень странно, что вы не можете четко сказать, составлялся ли этот протокол в присутствии Спицына с его участием. Это очень странно. Поэтому я сейчас задаю другой вопрос. Я вам уже сказал... Вы вручали данный протокол Спицыну? Я не вручал данный протокол Спицыну. Ваш коллега вручал данный протокол Спицыну? Мой коллега вручал данный протокол Спицыну, в частности, копии этого протокола. Он получил расписку за вручение? А как он может получить расписку, если... Если он не вручал, да, логично? Нет, если Спицын опять вырубился и как будто ничего не знает. Так все-таки он вручал Спицыну, который, как вы говорите, вырубился? Вручал он Спицыну. Каким образом это происходило? Вручают, я вам открою секрет, под роспись. А если нет, то направляют по почте в течение трех суток с момента составления протокола. Так все-таки вручался этот протокол или нет? Вручался Спицын, как бы выразил свой отказ, что ему не надо ничего. Так подождите, он либо вручался, либо не вручался? Еще раз говорю. Ему было предложено взять копию. Спицын на это ничего не ответил. И копию положили ему в карман. В карман положили копию. Интересно, да? Уважаемый суд, мне думаю, что надо будет запросить лежал на нем в кармане. Погода есть у вас свидетель. Заявьте, хорошо, давайте так. Хорошо, ну про карман давайте я на всякий напишу случай, чтобы не забыть. Потому что интересно, если в кармане что у него было. Вес в кармане. Протокол, значит, там должен быть как минимум, да? Хорошо, следующий вопрос. А скажите, пожалуйста, Спицын заявлял какие-то ходатайства? Не могу вспомнить. Ну постарайтесь. Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я не помню. По-другому задам вопрос. Если, предположим, он заявлял ходатайство и выносились какие-то определения. В протоколе об единственном правонарушении, они указываются? Указываются. Указываются. Вы можете сказать, указаны ли эти материалы, допустим, определение об отказе отвода, заявление об отводе и тому подобное. Эти материалы приложены к протоколу? Если когда таз не было, то материала, соответственно, не было. То есть, ну в деле вдруг они появляются, получается, уже задним числом. Правильно? То есть на момент составления протокола этого ничего не было. Это, получается, было составлено позже. После того, как посмотрели видео и решили, давайте мы сделаем определение об отказе, об отводе. И приобщим материалы дела. А в протокол-то забыли вписать. Я вам отвечал уже на этот вопрос. Я не помню тот момент, что там составлялось. Там составлялось много материалов. Уважаемый суд, очень интересная позиция. Я не помню. Может быть, по этой причине мы затягивали рассмотрение дела по существу и свидетели не являлись? Помню, не помню. Давайте, может быть, посмотрим видеозаписи, вы вспомните что-то. Следующий вопрос. По поводу отстранения от управления транспортным средством. Скажите, пожалуйста, во сколько был отстранен? И где отстранен? При каких обстоятельствах? При каких обстоятельствах? Его отстранили, прежде чем составить материал, по данной статье, сотрудник обязан отстранить его, как водителя, от управления транспортным средством. О чем составляется отстранение? Можно вас попросить не трогать рекордер руками? Я попросил свидетеля не трогать руками рекордер. Я понимаю, нервничает, но трогать рекордер не надо. Он записывает. Вообще, расскажите, как он составлялся? Когда, где, при каких обстоятельствах? Он составлялся там же, где и все остальное. Ну, назовите слово это там же, где. В отделе полиции, но на работе. Как поконкретнее? Там, где камера административно задержана. В камере, хорошо. Когда он составлялся? Ну, в первую очередь, должен составляться. Какое время отстранения вы указали? Я ничего не указал, я не помню. Что там указано? А какое должно быть указано время? Я не знаю, что там должно быть указано. Какое время отстранения? Непосредственно тогда, когда его отстраняли. Вот это время отстранения должно быть указано. Хорошо. Вы, либо ваш коллега, были на месте ДТП? Мы не были, там был другой экипаж. Какие основания у вас были для его отстранения? Если вы не были непосредственным свидетелем управления транспортным средством... Были признаки. Признаки чего? Управления? Нет, признаки алкоголя, изо рта, запах. А это сейчас запрещено по закону? Так он управлял транспортным средством. Я по этой спрашиваю. Конечно, запрещу. Как вы определили? Нам не надо определять, нам нужны только признаки. Мы не определяем, мы не медики. Подождите, я вас не спрашиваю про признаки, это я отдельно еще с вами буду на эту тему разговаривать. По признакам опьянения. Меня интересует, как вы определили, что данный человек управлял транспортным средством. Каким средством? Когда? Где? При каких обстоятельствах? Вы его на трассе останавливали? Нет, была передана информация дежурной группы, что данный человек попал в ДТП с пострадавшими. И нас направили в областную больницу, чтобы взять с него объяснение. Соответственно, произвести на месте освидетельствования. Каким образом было вам передана эта информация? Документально, как это было? Оформлено может быть? На момент, когда вы составляли протокол об остранении управления транспортным средством? Это было передано через дежурную группу информации. Ну кому непосредственно? Как это было? Ну можете поподробнее рассказать? По радиосвязи как? По радиосвязи. Правильно я вас понимаю? Может быть по телефону еще. По телефону может. Может быть еще как-то. То есть документальных свидетельств этому у вас на руках не было? Документальных свидетельств к чему? К тому, что он управлял транспортным средством. Были фамилия, имя, отчество. Документально? Документально не было у него при себе, конечно же, ничего. Не было. То есть вы сделали вывод о том, что он управлял транспортным средством на основании сообщения устного по телефону? Я вам не могу сказать. По радиосвязи. Ну по радиосвязи. Устинного сообщения. Хорошо. Скажите, пожалуйста, кто конкретно вам сообщил о том, что данный гражданин управлял транспортным средством? Каким, при каких обстоятельствах? Я вам сейчас не могу сказать, кто конкретно сказал про эту информацию. Но по поводу обстоятельств я только знал, что привезли гражданина и что совершено по факту ДТП с пострадавшими. Где я пострадал помимо него, потому что его увезли на скорой помощи еще один человек. Все. Это вся информация, которую я знал на тот момент. У меня возникает вопрос простой. Как вы пришли к выводу, что данный гражданин управлял каким-либо транспортным средством? Потому что я сказал, что была получена информация, что со слов какой-то, какой-то управлял транспортным средством. Таким-то, таким-то. Ну, уважаемый суд, это имеет существенное значение. Кто вам сообщил эту информацию? Я вам не могу сказать. От дежурной группы поступила информация. Она как-то зафиксирована? Я не знаю. Возможно, это служебная информация. Но она к протоколу не приложена. Она не должна туда прикладываться. У меня возникает вопрос. Есть неопределенность. На каком основании был составлен материал? На каком основании был сделан вывод о том, что есть признаки статьи 12.26? А именно управление транспортным средством, состояние алкогольного опьянения, основания для проведения медицинского свидетельствования. Какие основания были? 12.26 это отказ. Я поэтому и говорю, чтобы основания были. То есть, вот смотрите, если едет пассажир, да, условно говоря, и он выпивший, вы тоже будете ему предъявлять какие-то претензии, его задерживать, в камеру сажать, составлять протокол, пощечины бить, чтобы привести в чувство, на шатырь давать? Как основания, что именно этот человек был? Во-первых, в Баяндино, когда мы приехали, нам сказали, что именно этого человека привезли оттуда. Ну, хорошо, хорошо, оттуда. Я еще раз говорю, какие основания, кроме сказали, позвонили, опять же, непонятно кто и как это главное, главное, как это процессуально зафиксировано? Какие выводы, на каком основании вы сделали такие выводы, что данный гражданин чем-то управлял? Ну, транспортным средством, в частности. Я вам еще раз сказал, поступила информация в дежурную группу. Которая документально никак не оформлена. И к материалам административного дела не приобщена. Вами не изучалась. Не должна быть она приобщена, это служебная информация. Ну, подождите, раппорта тоже служебная информация? Угу. Уважаемый суд, вот я хочу просто обратить внимание, что столько процессуальных нарушений, из которых просто невозможно установить вообще события. Начиная от акта свидетельственного состояния алкогольного обвинения, в котором сказано, что не проводилось, то есть прибором не проводилось. Протокол о направлении медицинского свидетельства на состояние обвинения, в котором не указано, согласен, либо отказался. Уважаемый защитник, в вашем мнении вы можете высказать позже. Давайте мы вопросы к свидетелю будем задавать у нас присутствовать на сегодня. Очень странно, очень странная ситуация, что буквально недавно данный гражданин в красках подробно давал объяснение в Следственном комитете, а сейчас он не помнит. Так, у вас вопросы будут свидетельства? Конечно, будет. Уважаемый суд, я считаю, что он просто уклоняется, уклоняется давать показания, потому что вот у меня есть ответы Следственного комитета, где раз, два, три, четыре, четыре страницы, на которых все подробно описано с вашей точки зрения, ситуация. А тут вы ничего не помните. А тут в красках все рассказали. Там написано по 12-26. Там написано то событие, потому что было сделано заявление о том, что 12-26 причинили погой. Конкретно по погой причинили. И превысили свои должностные полномочия. Какие полномочия? Содержа человека в камере, в наручниках, причиняли физическую боль предоставления. В следственном комитете, жалуйтесь, там разберутся. Разберутся или не переживайте. Поэтому меня очень сильно удивляет тот факт, что вы что-то помните, что-то не помните. И самое главное, прискорбно, что вы не знаете нормативные документы, на основании которых обязаны служить. То есть протокол моему доверителю по почте не направлялся. Правильно я? Не могу вам ответить на этот вопрос. Не, я не помню. Есть вопросы какие-нибудь? Да, много. Ну, спрашивай. Сейчас немножко сформулируем. Роман Анатольевич, да? У нас, Павел Сергеевич. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас пояснили, что вы составляли при мне протокол. Как вы можете объяснить? Он не составлял протокол. Ну, только что было такое. Он ввел только видеозапись на регистратор, составлял другой рефератур. Не понял. Еще есть вопросы? Ну, вот, помните, Владимир Владимирович, я вам говорил, что скрутили они меня в тот момент, когда я захлопнул на ладе Веста очень сильно дверь. По вашему мнению, как я ее должен закрывать. В этот момент меня скрутили руки. Ваш напарник. Можно, пожалуйста, что вы вспоминаете, да, какие-то эпизоды, я так понимаю, уже. Скажите, пожалуйста, а вообще причина применения наручников какая была? Неповиновение законным требования сотрудникам полиции. А в чем это выражалось? Этот вопрос сейчас в данном разбирательстве не имеет никакого значения. Я поясню, какое имеет значение. Как вот я обращал внимание, заявлялся отвод данным сотрудникам в связи с тем, что к нему применялась физическая сила, которая зафиксирована непосредственно на видеозапись. Да, молодец. Вот, я так понимаю, мой доверитель, он по этим видеозаписям, у него есть определенные воспоминания. Потому что очень трудно, скажем так, такое забыть. Так вот, мне все-таки интересует, из видеозаписи, когда человек находился в больнице, не знаю, в какой больнице, в Баиндина, там не видно, чтобы он там ввел себя как-то неадекватно. То есть нормальная ситуация. И следующий фрагмент начинается. Человек лежит лицом на асфальте, с наручниками за спиной. В принципе, он физически даже не может сопротивляться, ничего. И просто бессмотивировано кто-то из вас, кстати, это сейчас выясним, задирает руки вверх, человек в наручнике, а другой становится на ноги. Зачем это было делать? Человек не убегает, он просто лежит на земле. Зачем ему причинять было боль? Скажите, пожалуйста, за наручники сзади это кто держал? Вы, либо ваш коллега? Данные вопросы... О, да? Да. Можете пожаловаться по этому поводу в следственный комитет. Я задал просто вопрос, кто держал за наручники? Я вам еще раз говорю, на данный вопрос я отвечать не буду. Давайте следующий вопрос, непосредственно по 12.26.2. То есть вы воспользуете от первой статьи Конституции, так понимаю, правильно? Нет. Не хотели давать показания про себя? Данный вопрос не относится к судебному развирательству по административному материалу в статье 12.26.2. Суд не отвел этот вопрос, потому что это имеет существенное значение, а ваше отношение к моему доверителю, потому что немотивированно причинять боль, пытки, чтобы я не знал, чего сделать и провоцировать его. Зачем вы это делали? Вопрос, зачем? Зачем человеку в наручниках заламывать руки? Зачем становиться на ноги? Почему не прекращать, когда матом, извиняюсь за выражение, орет? Когда женщина там это все наблюдает, говорит, что происходит, что вы делаете? И кто-то из вас говорит, я сейчас его успокою. Это все зафиксировано на дозор, который вы предоставили. У меня простой вопрос. Зачем вы это делали? Предположим, теоретически предположим, что человек на самом деле там какой-то оказал неповиновение. Ну, предположим, теоретически. Все, он в наручниках, лежит на земле. Зачем ему боль причинять? Объясните мне это. Ему боль никто не причинял, он орал на публику там. Он вел себя агрессивно, разбил машину перед отделом полиции на голе, о чем есть административный материал в отделе полиции номер один. Орал матом, на что неоднократные требования успокоиться, не реагировал. А почему вот этого ничего нету? Потому что в этом материале этого нету. А в каком есть материале? Ваши жалобы по нас в следственный комитет, там и следственный комитет и разберется. Правомерно это было, применение физической силы То есть, правильно я вас понимаю, часть видеозаписи с дозора вы умышленно не предоставили? Я не могу, я не предоставляю запись с дозора. Предоставляет административная практика, у меня даже доступа к ней нет. Уважаемый суд, мы вот неоднократно запрашивали в отделе полиции номер один видеозаписи из камер наружного наблюдения и внутреннего наблюдения из дозора. Нужно вообще понимать, что там происходило, кто там какую машину ударил, вообще почему такие зверские пытки были применены. Я вам объясню, что человек человека запугали физически просто. Вы прекрасно видели, что был перерыв на 4 минуты, после которого человек сидит без наручников, в состоянии, когда у него опущена рука, и ему другой коллега за лицо вот так вот грубо делает, что типа поднимите, очнись, открой глаза, не надо притворяться. Он просто рукой отмахивается, просто вот это, чтобы убрать с лица вот это хамское поведение. И после этого получается вы выключаете дозор, вы выключаете дозор. и в течение нескольких минут наносите ему побои. Потом выходите из камеры, из камеры, не закрыв камеру, и... Можно менее эмоционально вы уже кричите? Я не могу менее эмоционально. Позвольте, я все-таки... Можно я скажу? Дадите слово. Разрешите, я скажу. Давайте мы зададим все-таки вопросы свидетелей. Мы вызвали его для того, чтобы вы задавали вопросы. Разъясняю также вам то, что ваше мнение по поводу показаний свидетелей, вообще всех материалов вы потом в разъяснении их своим дадите в суду, подробно об этом укажете. Я поэтому хочу до свидетеля донести, что должны быть основания, чтобы он пояснил, почему применили физическую силу. по требованиям закона он производится в форме вопрос-ответ, вопрос-ответ. Пожалуйста, вопросы, если есть возможность задать. Зачем вы причиняли боль задержанному, который лежал на земле в наручниках и, как вы говорите, орал от боли? Зачем вы это делали? Я уже пояснил. Месяц за то, что он не так дверью хлопнул. Это ваше предположение, не надо насаживать меня в свою точку зрения. Я вам еще раз говорю. Я поэтому по этому вопросу уже ответил. Дал свой ответ. Свою точку зрения ответите. Следующий вопрос. Не можете ответить. Я уже пояснил, я сказал по этому вопросу. То есть за то, что он ударил дверь, правильно? И ругался там как-то. Ну скажите, правильно я понял или нет? Я не понял вашего ответа. Зачем вы причиняли боль? Я не причинял ему боль, я еще раз говорю. Вы становились на ноги? На видео это зафиксировано. Снимается вопрос, не относится к обстоятельствам дел. Следующий вопрос. Уважаемый суд, я считаю, что это очень сильно относится, потому что, как я изначально говорил, не имеют права сотрудники вести этот административный материал. Это решение суда. Я снимаю этот вопрос. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы забрали человека из больницы, которого скорая помощь доставила? Мы его не забрали, он сам отказался от медицинского обслуживания и медицинского обследования. о чем есть видеозаписи. И кто на этой видеозаписи говорит? Кто говорит? Кто говорит? Что говорит? Я не понимаю вашего вопроса. Задает вопросы. Вы отказываетесь или нет? Врач или сотрудник полиции? Сначала задавал эти вопросы врач, так как у врачей есть регламент, то есть бумага, по которой... Ответ получил кто? Подказил сотрудник полиции или врач? Они дают эту бумагу, которую дали Спицын. Спицын в ней отказался расписаться. Значит, он не отказывался, правильно? Выругался. Нет, он... Выругался. Он выругался, поставил крестик вместо своей росписи. Уважаемый суд, в предыдущих двух судебных заседаниях и более того, эти документы должны были быть запрошены при судье Кузнецовой. Я считаю, что эти документы должны быть, раз он говорит, что там крестик был поставлен. На видео мы видим, что врач не спрашивает, а задает сотрудник полиции. Вы отказываетесь от метасвидетельства? Не от метасвидетельств? А, нет, от медицинской помощи, извиняюсь, оговорился, да. Вот видите, как вы прекрасно помните? Так, вы врач? А вы врач? Я защитник. Поэтому я спрашиваю, почему этот вопрос задавал сотрудник полиции, а не врач? Врач уже задавал вопросы до того, как задавал сотрудник полиции. Врач получил ответ, он зафиксировал этот ответ. Почему вы влезали в процедуру, в которой охраняется медицинская тайна и тому подобное? Зачем вы там вообще присутствовали и оказывали давление? Какое давление? Как вы сейчас на меня оказываете? Я вас спрашиваю конкретные вопросы. Вы навязываете мне свою точку зрения. Скажите свою точку зрения. Своим вопросом. Свою точку зрения. Я ничего не навязываю. Я уже пояснил. Скажите, пожалуйста, зачем вы влезли в процедуру между врачом и моим доверителем по вопросу необходимости либо нет необходимости показания медицинской помощи? Я продублировал вопросы врача. Продублировали? Продублировал, да. С какой целью? С целью определиться, останется он дальше на медицинское обследование в больнице, либо он не останется дальше на медицинское обследование в больнице. Вот с этой целью. То есть, я так понимаю, вы изначально предполагали, что если он откажется, вы его увезете? Конечно. То есть, вы были заинтересованы? Нет, не заинтересованы. Абсолютно. Тогда зачем вы спрашиваете? За счет наводящих вопросов я вас предупреждаю. Вы не можете... Я просто не могу понять. Я вас предупреждаю не задавать свидетелей за наводящих вопросов. Пожалуйста, по конкретике, по существу дела. Я вас просто ориентирую на то, какие вопросов необходимо задавать. Хорошо. Мой доверитель там себя вел как-то странно, неадекватно. Ну, например, для того, чтобы применять к нему физическую силу, скрывать наручники. Там к нему физическую силу никто не применял. Ну, значит, он вел себя примерно нормально, да, в той обстановке, в которой он оказался там не очень большое времени тому назад. Правильно? Ну, он выспался под простынкой, встал, да, и решил уйти из больницы. А, вы даже видели, как он выспался, да? Нет, я видел, как он встал просто. Ага. То есть он лежал на каталочке, да, накрытый по ростуне. Правильно я вас понимаю? Да, в коридоре. То есть его доставили на носилках. Правильно? Нет. Значит, нет. Я не знаю, как его доставили. Я что призываю? Хорошо, вы видели, он лежал. Хорошо, опишите, пожалуйста, где он находился, как он лежал. Опишите вот эту ситуацию, потому что на видеорегистраторе очень мало. Очень много информации вы не предоставили вообще, что происходило в медицинском учреждении. Там все на регистраторе есть информация, больше информации. Нет, в материалах дела нет. Скажите, пожалуйста, вот вам задают вопрос. Вот вы приехали туда. Где в тот момент находился Спицын? Спицын ожидал на каталке, лежал, ожидал обследования врачей. На каталке, да? Ну, да, потому что там очередь, и как бы он там не единственный был. Хорошо, на каталке. Не сидел на стульчике, лежал на каталке. Правильно я вас понимаю? Да, он спал. Спал или ждал? Как вы определили, что он спал? Опишите вот этот момент, как вы его наблюдали на каталке, и как момент он начал там что-то говорить. Я еще раз говорю, я наблюдал только, когда он встал с каталки. То есть, ну, что... И пошел к врачам, сказал, что он хочет уйти оттуда. Все. От обслуживания он отказывается. Это все. Вы сказали, что наблюдали, что он как только встал. Откуда вы сейчас знаете, что он там говорил? Это было после того, он уже говорил, когда он встал. Вот я спрашиваю, вот момент, он встает с каталки, лежит, да, вот вы наблюдаете, он лежит на каталке. Ну, явно не спит, раз встает. Встает, дальше что происходит? Встал, сам встал, присутствовал при этом рядом медик, не присутствовал, будил он на него, как вы говорите, что он спал. Объясните, что происходило? Человека привезли на скорой, на каталке. На скорой я не видел, как его привезли. Я вам говорю, что его привезли на скорой, он был доставлен с места ДТП на скорой. Ну, вот я и спрашиваю, вот человек лежит на каталке, вы наблюдаете его, потом вы говорите, что он встал, он встал, присутствовали при этом медики. Я не могу вам сказать, я точно знаю, что он пошел к медикам, потому что помещение было напротив, там, и в нем спросили, вы собираетесь проходить медицинское обслуживание и медицинское обследование в том числе. На что Спицын пояснил, что он ничего не хочет. Какое медицинское обследование? Ну, полностью обследование, атомография, еще что-то там, чтобы посмотреть его состояние здоровья. И вы присутствовали при этом? Когда задавали этот вопрос, я присутствовал при этом. И то есть, медики вас не выставили за дверь, на каком основании вы присутствовали, когда оказывалось, консультационная там или иная медицинская деятельность хорошо все-таки поясните поясните как он попал в кабинет к медикам его пригласили его на каталки привезли я вам почему он пошел именно в тот кабинет про который вы говорите значит медики его позвали или сестра позвала я не знаю я не помню так вот неинтересно как он стал минерал и пошел до этого кабинета потому что самостоятельно он не мог дойти до этого кабинет как не мог когда дошел а значит вы все-таки видит так поясните как он дошел не интересно процедура какой-то так у нас он оказался там на ногах значит он туда дошел логично вопрос как там его поддерживали ему помогали идти но вы видели вы сейчас очень подробно рассказывать его просто скрывать этот факт каким образом он попал в нужный кабинет чего вообще как он с каталки попал в кабинет стал пешком дошел самостоятельно знал какой кабинет пойти то кабинет напротив туда впервые что у него нужно в кабинет напротив зайти они выйти там за пределы наручили это всех больных принимать в первую очередь которые поступили в приемный покой я не мог туда что я вас еще раз спрашиваю я туда знаю почему туда про него сопровождал кто-то из медиков или нет может сопровождалось нет я не помню сидите я вас ориентирую отвечать на вопрос только то что помните не нужно говорить говорить то что вы не помните пожалуйста я вас очень прошу потому что вы предупреждены в ответственности задачу можно показаний отобрана отвечайте конкретно знаете не знаете помните не помните вопросы защитника защита есть еще вопрос да скажите пожалуйста вообще как вы там оказались этой больнице от дежурной части поступило распоряжение что туда доставили гражданина я уже говорил на этот вопрос отвечал и что нам нужно приехать и взять ему объяснение по факту дтп и провести освидетельствование состояние с чем связи с тем что он попал дтп и как бы на него был составлен материал по 1224 я так понимаю или что-то подпошу по-другому там если бы он не был участником дтп с пострадавшим никто бы туда никого не посылал правильно я вас понял то есть вы изначально по указанию дежурного ехали для того чтобы в отношении него составлять административный материал в частности взять объяснение правильно проверить опьянения то есть освидетельствовать провести правильно то есть если бы вы уехали без ничего да это бы как бы было бы не исполнение вашего руководства непосредственно приехать и сделать данные процедуры то есть вы были заинтересованы данную процедуру сделать нет если бы он остался в больнице никто бы не заставлял ну то есть если бы у него была тяжелая травма или еще что-то никто бы не заставлял его что-то делать что-то там еще возникает вопрос за почему вы за работников интересовались нуждается он медицинской помощи или нет не интересовался за работниками я дублировал то что спрашивали работники ну зачем ваша функция дублировать вы сотрудник полиции или дублер у медиков есть язык они знают как спрашивать они знают как определять человек в каком состоянии находится адекватный он неадекватный может он давать отчет своим словам почему вы влезли в эту процедуру вас там вообще ни на что было находиться в а медики должны были прийти сказать что данный гражданин допустим отказался либо вот данный гражданин будет здесь находиться на лечении почему вы рядом присутствовали с ним почему вы оказывали давление и на медиков я расцениваю это как давление потому что у нас медицинская тайна храняется законодательством вы задаете вопрос и говорите что свидетель оказывал давление непосредственно следите за эти вопросы вы можете не допускать такие формулировок более хорошо постараюсь по другому вы можете помолировать свои вопросы скажите пожалуйста вот теперь по поводу признаков да алкогольного опьянения можете сказать вообще какие признаки были был запах изо рта плохо ориентировался в обстановке то есть не соответствовало месту а все остальное уже до этого достаточно перечислите все которые как бы вы заметили лично вы лично я я перечислил значит плохо ориентировался в пространстве и запах изо рта да запах чего алкоголя алкоголя а скажите пожалуйста такой вопрос а фразы там общение у него было нормальное нормально разговаривал вначале нормально это как-то зафиксировано это понимаю на видеорегистраторе и говорите начально а потом что стало с ним после пощечин стал начал погребить по другому или что поясните что значит сначала нормально то есть предполагаю что потом стал ненормально разговаривать а потом перед отделом стал врать матом оказал сопротивление я уже говорил об этом но это разговор уже другой я сейчас спрашиваю про дикцию про дикцию да про дикцию с дикцией нормально все было все было нормально с дикцией да ну изначально пока выезжал да а потом дикция испортилась я не помню сначала он разговаривал с медиками нормально там только единственное не захотел расписываться то что ему медики там дали за отказ от медицинского обслуживания все хорошо такой вопрос вот когда приехали медики да а с них брались объяснения кем они брались вами лично брались эти объяснения одно бралось объяснением мной а второе объяснение бралось моим напарникам скажите пожалуйста все таки административную процедуру кто вел какое должно сто лицо должно было брать объяснение на каком основании вы стали брать объяснения ну полномочия если вы ведете административное производство да составляете протокол уделете объяснение на каком основании вы не являясь должностным лицом который составляет административный протокол берете объяснение как инспектор имею право это делать помогать своему сотруднику то есть вы были помощником я составляю материал тоже такие вещи как объяснения тут как бы ничего сложного нет хорошо а кто запомнил вот это объяснение текст самого объяснения я не помню вы собственноручно рукой написали либо лицо дающее объяснение возможно собственно ну там написано должно быть в конце объяснения собственноручно оно заполнено или ну я понимаю что так обычно пишут но в данной конкретной ситуации вы заполняли содержание этой объяснительной и потом в конце удостоверили что с моих слов записано верно мною прочитано либо мне прочитано или непосредственно человек который дает объяснение заполнил этот бланк объяснений только лично по тому объяснению которое вы давали и кстати кому давали помните может там как человек выглядит как зовут может быть если вспомните ну один из медиков там был один давал мужчина женщина старше и младше женщина старше и младше постарше постарше но это так не точно не могу сказать по моему она но текст вы писали или нет я не могу сказать дайте мне объяснение я скажу я писал текст имени я текст писал с ее слов если это я писал что у него есть и 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 это не те медики которые у которых есть лицензия на свидетельство поэтому их мнение нас не интересовало а с какой целью вообще с них брали объяснение какое их объяснение имеет отношение к составлению материала по 1226 они свидетели очевидцы какие обстоятельства они могли подтвердить ну в каком состоянии он находится допустим ну и в каком состоянии он находится симулирует он или они написали что он симулирует я не знаю что они там написали допустим я не помню но вопрос был за поставлен не так они писали все от себя то есть они сами попросились можно мы напишем объяснение то есть вы не предлагали им написать объяснение нет нет что ну как мы предложили да вы предложили написать им объяснение соответственно вы наверно как то пояснили что по какому вопросу нужно дать объяснение ну точно не по признакам и нас это не интересовало а что вас интересовало что они увидели как состояние человека что он отказался от медицинского обслуживания что возможно потому что на камеру на регистратор это не попало как он их отталкивал кого их кого медиков кого ну а же регистратор все есть верно и как вы смотрели кого он отталкивал конкретно кого какую-то какого-то одного из медика я вам сейчас не могу вспомнить это надо смотреть посмотреть видео кого-то отталкивал но скажите смотрели видео 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 я не смотрел но есть я знаю что у вас вы только что сказали что знаете что отталкивал один работник из одного работника отталкивали двоих то есть вы говорите конкретику значит вы смотрели это видео потому что я там присутствовал как мыслить смотрели я там присутствовал в тот момент то есть вы помните что одного работника отталкивал а как он отталкивал как он находился как он каком положении был начинается Вопрос не относится к обстоятельствам взял. Следующий вопрос. Ну, поскольку человека обвиняли, что он там грубил, там вел себя неадекватно, находясь в наручниках, мне кажется, некорректно такие вещи вообще высказывать, чтобы кого-то отталкивали. Вот задержанный спрашивает, где мой адвокат? Его спрашивает, живете где вы? Адвокат мой где? Живете где вы? Проживаете? Адвокат мой где? Ну, звоните адвокату, телефон же у вас есть. Можете звонить, вас же никто. Дальше. Телефон сел, телефон сел. Понятно. Потом что-то не разговариваю. Понятно. Так, живете где? Скажите, проживаете. Мой доверитель просил адвоката. Он просил защитника, я вам все, 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 что вспомнил, я уже ответил. Просил, правильно. Он вам говорил о том, что он, у него телефон сел, он не может его вызвать. Говорил? Я не помню такой ситуации. Не помните. Ну, на видео это зафиксировано. А скажите, пожалуйста, а почему вы понятых не пригласили? Почему вы решили снимать на дозор? Нам законодательство позволяет произвести данную процедуру при помощи... Ну, а почему так? Ну, в принципе, можно же было пригласить кого-нибудь. Я вам еще раз говорю, это проблематично найти понятых, бегать по улице. Время идет. Законодательство, еще раз говорю, позволяет нам провести данную. Хорошо. Ну, то есть по каким-то своим соображениям решили снять на видео. Это ваше мнение. Хорошо. Вот после того, как было выключено на 4 минуты видео, вы возвращаетесь, и начинается разговор. Давайте помогу сесть. Мой доверитель. Заявляй отвод. Отвод письменный. Что? Спрашиваю, потом не разборчиво. В протоколе остранения расписываться будете? Отвод принимайте. Отказ от подписи фиксирую. Вам заявляют отвод, а вы отказ от подписи фиксируете. И вот в деле потом появляется определение о том, что в отводе было отказано. Это произошло ровно после того, как вы выключили регистратор. Ну, вы, либо он самостоятельно выключился. И через 4 минуты вы зашли и начали человека поднимать. Он там на видео зафиксирован, он плачет. И прячет лицо в угол стены. Потому что до того, как вы выключили дозор, вы наносили ему побои. И надели наручники. Так, не допускайте, если не подтверждено. Я сейчас спрошу этот вопрос. Я задам этот вопрос. Нет, не допускайте. Я еще раз вас предупреждаю защита. Формулируйте вопрос юридически грамотно. Вы защитник. Уважаемый суд, ну, если человек просит защитника, и у него по какой-то причине нет телефона... Вам свидетель ответил на вопрос? Вы ответили на вопрос, свидетель, можно вас спросить? Вы ответили на вопрос защитника? Да, по поводу. Вы что-то еще готовы к этому вопросу? Вы обеспечили возможность получить защитника? Я вам сказал по этому поводу все, что я знал. Следующий вопрос. Хорошо. Вы помните, что он просил защитника? Я помню, что ему предоставил... Мой напарник, я еще раз... Я уже отвечал на этот вопрос. Что напарник? Что предоставлял ему что-то... Телефон, хочешь, звони. Вот так вот было сказано. Вот тебе телефон. Телефон предоставлял? Я точно сказать не могу, но возможность у него такая была. Каким образом? Я уже отвечал на этот вопрос по поводу предоставления защитника. Скажи, пожалуйста, каким образом он мог пригласить к себе защитника, находясь в камере. В наручниках? Телефон кто предоставлял? Вы предоставляли? Я не предоставлял. Ваш коллега предоставлял? Возможно, коллега, да. То есть он его доставал, говорит, на, позвони, и тот отказался. Я не помню, я еще раз говорю. Но на видео этого нет. Я уже отвечал на этот вопрос. Изначально. Скажите, пожалуйста, вот все это время, сколько он там находился, до приезда медиков, какая-то помощь ему оказывалась там? Может, воды давали попить? Может быть, там, ну как-то, что-то производились, какие-то действия? Или так вот просто закрыли в клетке и на полчаса ушли? Ну, потому что там с момента, как посадили в клетку, и через полчаса начинается новое видео, где вы заходите, и начинается вот эта процедура. Ну, как-то следилось за состоянием человека, потому что вы, как с вами сказали, что он вызывал, просил скорую. Было это? Вызвали скорую, да. Вызвали. Вот весь вот этот период, когда его посадили в клетку, в наручниках, за ним велось какое-то наблюдение? Ну, может, он там упасть, головой разбиться, ну, умереть может, задохнуться там, там, в рвотных своих вот этих вещах. Кто-то следил за этим? Человек, явно вы сказали, что он не оценивал ситуацию, обстановку, то есть он находился в ненормальном положении ситуации, потому что, более того, вы знали, что произошло ДТП, человек был доставлен на скорой, и вы его помещаете в наручниках, в камеру, и никак за ним не следите, или кто-то следил за его поведением, который может пояснить, как он себя там вел, может быть, неадекватно, или лежал, как вот, бесчувственное тело? Ну, в принципе, был все время на виду, как бы. У кого? Ну, у нас, наверное, как у кого. Наверное, у вас или у вас? Где вы в эти полчаса находились с момента, как вы его поместили в камеру? Лично вы где находились? Рядом, наверное, где я находился. Почему, наверное, вы скажите конкретно, где вы находились рядом? Я не помню, где я находился. Ну, вспомните, пожалуйста, это не так сложно. Здесь я ответил на вопрос. Следующий вопрос. Ну, это называется уклонение. Не помню. Это ваше мнение. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, человек, по вашему мнению, имел запах алкоголя изо рта. Находился длительное время в замкнутом пространстве. Естественно, он там дышал. Логично, что там должен быть запах алкоголя в помещении. Или запах может отсутствовать. Хотя вам, вы сказали, что в больнице, когда вы его первый раз увидели, вам показался запах изо рта алкоголя. Так? Вы говорили? Да, признаки были. Вот так. А когда он находился в камере, у него были признаки алкоголя? Были. Был запах в камере? В самой камере? Да. Я не знаю, как в самой камере, я не слежу там за вентиляцией, там еще чем-то. А от него был. От него или изо рта? От него изо рта. А в помещении не пахло? В помещении, может, и не пахло, я не могу еще вспомнить. Ну, вы его как, его обнюхивали? Как вообще определили? Ну, он же дышал. Ну, логично. То есть, соответственно, в замкнутом пространстве он дышал. То есть, человек, который находится в замкнутом пространстве, да, там, стекла начинают потеть и тому подобное. Знаете, может быть, нет? Почему не такое замкнутое пространство? Ну, это лучше, чем улица, да, понимаете? В каком плане лучше? Ну, что легче учуять запах, если он там находится несколько, ну, там час находится, да? И дышит. Там достаточно большое помещение. К чему вы клоните? Давайте сразу вопрос. Я к тому клоню, что... Вопрос сразу задавайте. Я клоню к тому, что сотрудники, метр работники не подтвердили эту информацию. Дали показания, что запаха не было от него алкоголя. А то, что вы услышали запаха, я не знаю, возможно, услышали, хотя не факт, в больнице. Там, может, там ватка кто-то там, или еще что-то там. Я не знаю, что вы там в больнице, какие запахи услышали. Признаки, признаки алкоголя, опьянения, ну, признаки, то есть, запах алкоголя и все остальные признаки, вправе определять только сотрудники ГИБДД. Без, без посторонней помощи. И любое, любое постороннее вмешательство игнорируется при определении. Ну, это, согласитесь, субъективная оценка. Это не субъективная оценка. Это ваше личное восприятие. Это принимается данный вопрос. Следующий вопрос.